МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ко многим самолетам, разработанным в конструкторском бюро Микояна Игуревича, применимо определение неизбиваемых. Сегодня вы узнаете об истребителях, которые летают со скоростью 3000 км в час. Перехватчики МиГ-25 и МиГ-31 в фильме «Оружие». В конце 50-х годов на вооружении ВВС США появились машины, способные вести разведку с высот более 20 тысяч метров. Это были самолеты-шпионы У-2. Почти одновременно американские конструкторы создали опытный сверхзвуковой высотный бомбардировщик «Валькирия». Его скорость в три раза превышала скорость звука, практически потолок достигал 21,5 тысячи метров. В начале 60-х появился также высотный сверхзвуковой самолет-разведчик СР-71 «Блэкберд». Советская авиация того времени была бессильна в борьбе с подобными машинами. Для того, чтобы можно было успешно перехватывать такую цель, перехватчик должен иметь преимущество по скорости не менее чем 20%. То есть в данном случае он уже требовался сверхзвуковой перехватчик и требовалось увеличить дальность обнаружения. А вот когда появился уже сверхзвуковой бомбардировщик, первый появился за рубежом «Хастера» Б-58. Правда, это неудачный самолет, который недолго был на вооружении. И стало известно о разработке «Балькизм». И кроме того, стало известно о разработке крылатых ракет, ну, например, типа «Хаундога», которые могли сбрашиваться, Б-52, то уже потребовалось резкое увеличение рубежа перехвата. Микояновское КБ приступило к работам над созданием высотного истребителя-перехватчика в конце 50-х годов. Военные требовали, чтобы новый самолет развивал трехкратную скорость звука и поражал цели на высотах до 25 тысяч метров. Большая взлетная масса и уникальные высотно-скоростные данные обусловили выбор силовой установки, в которую вошли два турбореактивных двигателя, установленные рядом в хвостовой части фюзеляжа. Четыре опытных перехватчика приняли 9 июля 1967 года участие в воздушном параде в Домодедово. На Западе появление нового МИГа произвело огромное впечатление. Сработал эффект внезапности. До воздушного парада в Москве западные специалисты просто не знали о существовании такой машины. А ведь с момента начала проектирования до запуска в серийное производство потребовалось более 10 лет. Это было связано с необходимостью решения множества сложнейших технических проблем. От преодоления так называемого теплового барьера до разработки системы автоматического управления. Уровень автоматизации полета, достигнутый на самолетах МИГ-25, практически не превзойден до настоящего времени. А летчик вручную вырулировал на полосу, производил взлет и разгон до скорости набора высоты. Далее все операции, включая боевые, выполнялись автоматически. Серийное производство самолета началось в 1967 году. Но лишь пять лет спустя истребитель-перехватчик был принят на вооружение авиации ПВО. Освоение машины в строевых частях началось в 1972 году. МИГ-25 был первым в мире серийным истребителем, достигшим рубежа скорости 3000 км в час. Он стал рекордсменом по числу установленных мировых рекордов скорости, скороподъемности и высоты. 29 высших результатов. МИГ-25. Одноместный истребитель-перехватчик, разведчик, самолет прорыва ПВО. Название по классификации НАТО «ФОКСБЭТ». Длина 22,3 метра. Размах крыльев 14 метров. Максимальная взлетная масса 41 тонна. Силовая установка. Два турбореактивных двигателя Р-15Б-300. Максимальная скорость 3000 км в час. Скороподъемность 18000 метров в минуту. Практический потолок 20700 метров. Практическая дальность до 1730 км. Вооружение. Управляемые ракетой малой и средней дальности. Бомбовая нагрузка до 4 тонн. МИГ-25 сыграл важную роль в предотвращении ядерного конфликта, который мог произойти на Ближнем Востоке. Для этого оказалось достаточно всего лишь четверки новых советских перехватчиков. В марте 1971 года, еще до официального принятия МИГ-25 на вооружение советских ВВС, две пары таких самолетов с разведывательной аппаратурой на борту были переброшены в Египет. Машины, управляемые советскими летчиками, вели боевую работу над Суэцким каналом и Синайским полуостровом. Маршруты полетов пролегали над характерными ориентирами, знаменитыми пирамидами долины царей, за что летчики прозвали эти полеты туристическими. Израильские «Миражи» и «Фантомы» не раз пытались перехватить МИГ-25, но безуспешно. Зенитно-ракетные установки израильтян также были бессильны против скоростных разведчиков. При вторжении в воздушное пространство Израиля, МИГи-25, набиравшие над своей территорией высоту более 18 тысяч метров, неоднократно обстреливались ракетами наземных комплексов «Хоп». Однако все разрывы фиксировались ниже траектории полета. Через несколько месяцев разведывательной работы были вскрыты оборонительные позиции израильтян на Синайском полуострове, системы противовоздушной обороны и аэродромы базирования израильской авиации. Появление на театре военных действий неуязвимого советского самолета нарушило замыслы отдельных тель-авивских политиков и генералов, которые предлагали нанести по Египту ограниченный ядерный удар. Причина состояла в том, что МИГ-25 модификации РБ разведчик-бомбардировщик был оборудован бомбодержателями для тактических ядерных боеприпасов. Таким образом Египет мог нанести сокрушительный ответный удар. Вариантов было два. Либо применять баллистические ракеты, либо модифицировать самолеты. В конечном счете в 73-м году некое количество пусковых установок там было. Другое дело, до применения их боевого применения и до сброса бомб в Египте дело не дошло. Бомбы там были доставлены. Мысли там, как организовать процесс подготовки, были запланированы, но самой бомбежки, в общем, ее не было. 6 сентября 1976 года летчик 513-го истребительного полка авиации ПВО Виктор Беленко угнал перехватчик МИГ-25П в Японию. Основные секреты самолета стали известны японским и американским экспертам. По этой причине было принято решение о начале экспорта МИГ-25. Перехватчиком этого типа были вооружены ВВС Ирака, Сирии, Ливии, Алжира, Болгарии. 25-е МИГи широко применялись во время Сирийско-Израильского конфликта в 1982 году, Ирано-Иракской войны 1980-88 годов и в ходе операции «Буря в пустыне» в 1991 году. Авиация антииракской коалиции понесла потери в результате боевых столкновений именно с МИГ-25. В первую ночь войны ракетой, пущенной из такого самолета, был сбит новейший американский палубный истребитель F-18. МИГ-25 еще не был принят на вооружение, а конструкторы уже начали разработку нового перехватчика. Им стал МИГ-31, первый советский боевой самолет четвертого поколения. Серийное производство нового перехватчика началось в 1979 году. Внешне МИГ-31 напоминал увеличенный по габаритам 25-й. На этом их сходство заканчивается. Экипаж МИГ-31 состоит из двух человек, командира и штурмана-оператора. В конструкции машины впервые были использованы композитные материалы. Изменилось шасси. За счет использования двухколесных тележек уменьшалось давление на взлетно-посадочную полосу. На перехватчике установили новые форсированные двигатели, смонтировали систему дозаправки, за счет чего время баражирования в воздухе увеличилось до 6 часов. Современные системы бортового радиоэлектронного оборудования и комплексы вооружения позволили 31-му занять лидирующие позиции в своем классе самолетов. МИГ-31. Двухместный истребитель-перехватчик. Название по классификации НАТО «Фоксхаунд». Длина 22,7 метра. Размах крыльев 13,5 метров. Максимальная взлетная масса 46,2 тонны. Силовая установка – два турбореактивных двигателя Д-30Ф6. Максимальная скорость – 3000 км в час. Вооружение. Пушка калибра 23 мм. Управляемый ракетой малой, средней и большой дальности. Это уже общепризнанное мнение, что МИГ-31 является лучшим перехватчиком в мире. На чем зиждется это утверждение? Тем, что впервые в мире удалось создать локатор с активной позированной решеткой большой дальности действия. И вообще-то создан не только локатор, а создана система вооружения «Заслом», куда помимо локатора вошла и вычислительная техника, и система индикации ракеты большой дальности. Впервые ракеты из-под крова переехали под фюзеляж в полуутопленное положение. Впервые мы получили ракеты большой дальности, которые можно было применить сразу. Четыре ракеты по четырем целям на дальности в более 100 км. Это очень серьезное достижение. Создание МиГ-31 послужило причиной того, что с вооружения в США был снят высотный сверхзвуковой разведчик SR-71 Blackbird. Эти невероятно дорогие самолеты в одночасье стали легкой добычей для нового советского перехватчика. Даже через три десятилетия, после того, как перехватчики МиГ-25 и МиГ-31 были приняты на вооружение, им все еще нет равных в мире. Столь же уникальным по своим боевым характеристикам оказался другой самолет конструкторского бюро Микояна Игуревича, фронтовой истребитель МиГ-29. Рассказ о нем в следующем фильме «Оружие». Рассказ о нем в следующем фильме